Да, в принципе, все, чего хотели, Донбасс добился. Остались какие-то сущие мелочи, которые отравляют жизнь. Мелочь первая. Вот у меня на кухне стоит 500-литровый бак воды. Каждое воскресенье ко мне приезжает хозяин квартиры. Мы с ним начинаем на мой последний этаж поднимать 20-литровые баллоны с водой. Поверьте, это еще то приключение. Есть еще, как бы, отравляющая жизнь деталь цены в магазинах. Сравнивая с московским Дикси, я могу сказать, что в московском Дикси примерно в два раза дешевле. Удомной в квартире выбиты все окна, там никто не живет. И надо мной в квартире все выбито, все окна. И вообще фасада тут свой дом случайно увидел. Половины окон нет, но дом видно, что пустой. И воды нет. Ну, такая квартира. А это самый центр города, золотая миля. Цуксванг, как это называется в шахматах. Каждый следующий ход лишь ухудшает положение или пад. И город Херсон, например, отдали. Можно по-разному называть. Это передислокация. Мы ушли оттуда просто. Зерновую сделку пошли на уступки и так далее. Пока я вижу только уступки со стороны России. Я считаю, что если есть политическая возможность, не ущемляя интересы России, русского народа, прекратить это подморозить, то это нужно сделать. Если кто-то считает по-другому, ну пусть приезжает сюда. Есть кто-то считает, что нужно как бы давить, давить до конца. Но давайте без хаженства. Мы же видим по конфигурации линии фронта и по ходу боевых действий, что у нас на данный момент особо-то давить не получается. Больше на Украине у меня любимых местечек нет. Вряд ли я получу то удовольствие от Киева, которое я испытывал когда-то в 2013-2014 году. К сожалению. Цивилизационный разлом прошел. Ничего не поделать. Цивилизационный разлом прошел.